Лобинские хлеборобы завершили жатву 2013. В этом году, по оценкам специалистов агропромышленного комплекса, выращен отменный урожай. Все сельскохозяйственные предприятия района потрудились на славу и добились высоких результатов. За короткие сроки уборочной страды собрано 146 тысяч тонн зерна. Основной озимой культуры пшеницы получено 117 тысяч тонн средней урожайности 53 центнера с гектара. Сегодня земледельцев района можно поздравить с большой трудовой победой. Снова Лобинский район стал лидером по итогам уборочной кампании в крае по южно-предгорной зоне. Лобинский район является частью Краснодарского края. И вот тот хлебный каравай Кубани свыше 8 миллионов тонн. Это, надо сказать, тоже рекордный урожай. Мы вот внесли свою часть в этот каравай 146 тысяч тонн. Вот если рассматривать, какая наша сегодня ниша или какое положение мы в крае занимаем. Ну, по нашей южно-предгорной зоне, где 10 районов, конечно, в Лобинске показатель самый высокий. Это традиционно уже за последние годы. Вот наши соседи имеют немножко меньше, ну, в пределах 46-45 центнеров. Вот. В целом край заканчивает уборку с урожайностью 51, чуть более 51 центнера. Мы заканчиваем 52,5. То есть, выше среднего краевого показателя. Каждый сельскохозяйственный год для крестьянина – это год надежд и поиска. А если при этом еще и радуют результаты линии легкого труда, радость не вдвойне. В 2013 году уборочная площадь зерновых колоссовых культур в районе составила порядка 28 тысяч гектаров. Средняя урожайность – почти 53 центнера с гектара. Такой высокий показатель дает возможность с уверенностью смотреть в будущее. Надежда на будущее – это перспектива вообще жизни на селе. Есть возможность сегодня в дальнейшем совершенствовать свои технологии, обновлять технический потенциал, внедрять передовые достижения науки, практики и так далее. Ну, в общем, это жизнь сегодня села, это бизнес, ради чего и ведется это производство, чтобы получить хороший экономический эффект, выраженный в прибыли. Этот сельскохозяйственный год для лобинских аграриев сложился удачно, хотя небольшие капризы погоды заставили поволноваться хлеборобов. Бесенняя засуха, а в начале лета дожди с градом. Но труженики полей никогда не сдаются и не опускают руки. Все силы были направлены на сбор урожая зимых. С раннего утра и до позднего вечера шум моторов машин и комбайнов не утихал. Определились лидеры уборочной страды. Многие сегодня занимаются интенсивными технологиями производства зерновых культур. Таких примеров достаточно и среди фермерских хозяйств малых, и среди средних, и среди крупных сельскохозяйственных предприятий. Конечно, радует, что сегодня флагманом по урожайности, по производству зерна является агроферма «Прогресс» и дочерние предприятия агрофермы. Вот в агроферме «Прогресс» с площади 4000 гектаров посеву получено свыше 60 центров урожая. В Кедре дочернее предприятие «Прогресса» получено свыше 73 центров. Это очень высокий урожай, и, конечно, здесь вложено в землю, кроме материальных средств, я бы хотел сказать, что, наверное, и крестьянская душа, отношение к земле. Поэтому и благодатная лобинская земля дает такой результат. В целом, как отмечают специалисты аграрного комплекса, экономика по пшенице и очменю на сегодняшний день складывается положительно. Сегодня предлагают за пшеницу 6,5-6,30-5,5 рублей в зависимости от качества пшеницы. А качество ее в Лобинском районе, конечно, большая часть зерна продовольственная. Ну, можно констатировать такой факт, что чем выше урожай, тем ниже качество. Да, такая зависимость, она существует. Поэтому есть и значительная часть зерна, полученная 5 класса. В общем-то, я думаю, что на Кубани не бывает непродовольственного хлеба. С ним надо работать, ему надо немного времени, чтобы произошло после уборочного дозревания, отлежаться, что сегодня многие делают, хранят зерно в ожидании цен. Наверное, это и правильно. Доработать надо зерно на таках, и все оно будет соответствовать тому качеству, которое сегодня требуется на рынке. Как отмечает заместитель района по вопросам агропромышленного комплекса, последние 5 лет в хозяйствах района отмечается стабильность в производстве зерновых колоссовых. В среднем 150 тысяч тонн качественного зерна в год производят лобинские хлеборобы. Но и этот показатель далеко не предел. Многие сельхозпредприятия получают еще и высокий урожай кукурузы и сои. Эти культуры и пшеница являются основными в производстве и положительно влияют на экономическое развитие хозяйств. В 2000 году Лобинский район производил валовое производство зерна. Было в пределах 135 тысяч тонн. Сегодня мы производим 260-270. Вот начиная с 2009 года и по 2013, этот показатель в среднем где-то в пределах 250 тысяч тонн. То есть практически в два раза Лобинский район увеличил производство зерна. Поэтому и в этом году мы ожидаем неплохих показателей.